Девушки отдыхают... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бегу-бегу-бегу Милая Ирина Александровна, вы здесь совершенно посторонний человек Субтитры создавал DimaTorzok Прошу любить и жаловать Она же возьмет и классное руководство Ирина Александровна, человек молодой, в школе у нас новый Я надеюсь, вы ей поможете, ведете ее в курс дела, в коллектив Ирина Александровна, вы сами познакомитесь с классом? Да, спасибо Ну и побежала, а то мои там, наверное, уже класс разнесли Всего доброго! Привет! Ой, здрасте, Ирина Александровна, вы у нас будете, да? Здорово-здорово! Привет! Оксана! Час милость-то! Ты, дорогая! Честно говоря, все это так неожиданно Я совершенно не подготовилась Что вы планировали на сегодня? У нас сегодня должен быть пушкинский урок Доклады готовили Данильна, Петрова и Бурцев Очень хорошо Ну что ж, давайте начнем Кто первый? Ну давайте я У меня взаимоотношения Пушкина с декабристами Очень хорошо Пожалуйста Бурцев, да? Да Можно вопрос? Глеб, не пушите Да, конечно Вам что же, только сегодня предложили наш класс? Нет Почему? Разговор был Несколько дней назад Я с понедельника должна была выйти, а тут Значит, вы понимаете, что ее приступ в какой-то степени из-за вас Ну зачем тут? Не прощу, как мы с вами А что, пусть знают, как мы к этому относимся Кто это, Мэш? Чего ты за всех-то отвечаешь? Это, может, ты так считаешь? А мне, например, свое мнение Ну, твое мнение мне известно Ну и заткнись-то, разступался Я тебе сейчас заткнусь Чего? Да тихо, тихо, сядь, что ты? Стоит, мальчишек, что вы как здесь? К вам новый человек пришел, а вы заводитесь Ну что ты разошелся? А что он тут разступался? Ну, в общем так По-моему, после того, что случилось, просто так продолжать урок Это гнусность Почему гнусность? Потому что пора, наконец, во всем разобраться И принять меры Какие еще черты меры? Например, написать опровержение в газету И выразить протест администрации в связи с увольнением Зинаиды Ивановны Администрации Послушай, Глеб А тебе не кажется, что это будет несколько неприлично По отношению к новой учительнице, которая впервые ей пришла к нам в класс? Ведь мы же ставим ее в идиотское положение А по-твоему, прилично сидеть и помалкивать, когда с человеком расправляются? Насколько я знаю Ведь совет во многом не согласился с публикацией То, что Зинаиде Ивановне предложили пенсию, вовсе не означает Означает, Руднев, означает И ты это прекрасно знаешь И рад этому Погоди, я-то тут при чем? При том же, при чем твоя мамаша Ну, знаешь Давай только родителей не будем трогать, а то так далеко зайдем Ничего, не облизите Послушай, ты Успокойся, Вадик, не связывайся Прекрати сейчас же стебло Ну ты дурак Я просто удивляюсь Сама ты дура Действительно, кончайте, совесть надо иметь Хорош, мужики, базар развиваться Ну, ладно ты, дядя Ребят, может, я лучше опушкану, а? Да, подробуй, соберемся, все обратно Ну, что сейчас надо Ну, кстати, все правильно Вот именно Отлично, присутся Я и говорю Я просто улыбаюсь Конечно Ну, поэтому, Глеб, убрался Да ничего, это правда Что же мне, если я нашелся правильно Ну, что это? Ну, ничего не правильно Урок-то мы срываем Где-то на той неделе Сейчас мы посмотрим Вот Можешь полностью на нее опираться Спасибо Да вы не расстраивайтесь, Ирина Александровна Этот Степлов у нас вообще со сдвигом по фазе Вечно воду мутит Скажи, пожалуйста Пожалуйста, Глеб Почему ты так со мной? Я-то здесь при чем? Что значит при чем? Будто вы не знали, на чье место и почему идете На чье знала, но почему? Да ладно, только не надо наивно прикидываться Да я не прикидываюсь, Глеб Я действительно не в курсе ваших дел Мне сказали, что Зинаида Ивановна уходит на пенсию И предложили к вас Предложили Вы что же, статью не читали? Нет, почему? Я читала И что же, ничего не поняли? Ну куда ты? Ну не такая уж и злая статья Угу Скорее всего, насмешливая, верно? Вот так вот взяли и остроумненько приложили пожилую учительницу За то, что разучилась работать Из ума выжила Да еще самодурством занимается Мало того, чуть ли не в религиозности упрекнули Люди все прекрасно понимают Что просто человек за старину болеет К церквушкам относятся, как к святыне Сейчас об этом у вас сколько разговоров Зачем же все это писать-то? Ну а кому это в самом деле нужно было? Да есть кому Так может ты объяснишь? А что тут объяснять? Зинаида человек принципиальный Этим она здесь многих не устраивает Кого, например? Да многих Директрису в том числе Ну я вам говорю, собственными глазами читала Вы думаете, чего родители этих фраеров-ярепенницы? А просто она их чадушкам табели портит Ее ведь не заставишь Ставят то, что заслужили Ну может она действительно несправедлива? Да справедлива Руднев вон сроду сочинение хорошо не писал А тут на тебе Троечка за четвертное Как же так? Ему же в МГИМО поступать Ведь поступит, гаденыш Папочка устроит Ну зачем ты так уж? А если ты ошибаешься? Да не ошибаюсь Я этих мажоров знаю Насмотрелся за 9 лет А ты, конечно, не мажор Лев! Иду, иду! Я из микрорайона А, конечно, не бери Бери бездорожья Че, Ина? Да Да Я понимаю, Петр Афанасьевич Но вы только представьте У нас в микрорайоне 3 школы Это минимум 6 классов в неделю Даня нам аппаратуру в месяц угробит Конечно, переживаю, как вы думаете Машины же импортные, валютные Хорошо, звоните, до свидания Кошмар, что творится Не школа, а проходной двор Так вот, Ирина Александровна Никто, кроме нее, самой не виноват И если бы она хоть раз прислушалась К моим советам, убеждениям, уговорам Ничего бы этого не было Из статьи этой дурацкой Вера Семеновна, а кто этот журналист? Евгений Примак Был он здесь пару раз Я даже разговаривала с ним Но, честно говоря, я Не предполагала, что готовится Такой материал Конечно, вы правы За статьей тот стоит Думаю, что здесь не обошлось Без инициативы некоторых родителей Жалобы-то постоянно Зинаида Ивановна, звонки, угрозы Угрозы? А как вы думаете? Там ведь есть товарищи Ого! Одна Белякова, что стоит С прошлого года она у нас А с этим, как вы понимаете Нельзя не считаться Так что Хотя Что скрывать по-человечески, конечно Зинаида Ивановна Жаль Зинаида Ивановна Леонидова Леонидовна Так, здесь верно. Ага, вот, смотри, вот эти блоки неправильные. А почему? Ну, потому что вот здесь оператор цикла надо использовать. Как вам? Хорошо. Максимов, а ты почему играешь? Ты что, уже закончил? Конечно же вам сказал. Ну ладно. Ну что, я уже записал. Можно Соню включить? Да, хорошо. Мариночка Белякова, вы скоро? Да, да, мы сейчас. А у нас тут мне портная таблица, но целая проблема. И начинает. На эту же миссию, сейчас умеет. Не, а он вообще болтет. Распуешься, позвольте. Что, что, ты когда мне его запишешь? Ты мне позвони, я тебе говорю, позвони, я тебе издеваю. Через неделю, через два дня. А ты когда дашь маленькая? А ты там, саня, 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 саня. А там такая вода. Оль. Зачем? Может, не стоит? Мне нужно. Ну, хорошо, давай я тебе днем позвоню, ладно? Чего ты дергаешься? Боюсь я, что-нибудь. Говори глупость. Значит, ты принципиально против? Я считаю, этим ничего не добьешься. Удобная позиция. Хорош бы ты был, если бы Зина в свое время приняла такую же по отношению к тебе. Так, быстренько все подстроились. Перестань кривляться. Буртик, надоел. Кому-то нужно. Ну, так что он тебе сказал? О чем он может сказать? Ксан, возьми, вкататься-то. В другой раз. Слушай, вчера, вроде, машина другая была. Да так. Вот сучка. В общем, опять старичок не обломилась тебе. Что поделать. Ну, так это, Стебловцы со Шмаковым надумали действительно письмо в редакцию писать? Пусть пишет. Да, неприятная история. Красиво жить не запретишь. Как думаешь, откуда у него машина? Родители, наверное, подарили. А что ж тебе не подарили? Заработки не те? Не те. Ну, так что, дозвонился? Дозвонился. Сказали, что адреса и телефоны корреспондентов не дают. Ну, и что будем делать? Ну, что, поехали ко мне. Сейчас напишем, сегодня-завтра соберем подписи. Поехали. Как ты думаешь, Макс-то подпишет? Да пошел он к черту. Без него обойдемся. Я возьму. Алло. Да, сейчас. Мам, тебе. Алло. Ах, здравствуй. Да. Ой, слушай. Нет, я совсем забыла. Ну, в общем-то... Нет, я знаю, что мы договаривались. Ну, ты понимаешь, сегодня завертелось. День такой какой-то сумасшедший. С самого утра. Знаешь что? Угу. Так, подожди. Ну, я к тебе 20 минут доеду. Слушай, мне ж сегодня в ночную, да. Угу. Давай, давай, так сделаем. Нет, нет, я не забуду, захвачила. Угу. Ну, пока. Ну, ну, вспоминай. А что вспоминать? Дом был? Дома? Да. А как быть с тем, что тебя в 19 часов видели в парке? Может, обознались. Почему был я там? Только время не помню. С кем был? С друзьями с кем. Фамилии ребят. А это зачем? Вопросы тут задаю я. Мы ведь так договорились. Так что вспоминай, вспоминай. Даже если ты в драке не участвовал, то наверняка знаешь, кто там был. Да ничего я не знаю. Первый раз слышу. Да это же неправда. Тебе можно? Ну, как? Ты посмотрел. Там все нормально. Угу. Опять наш старый знакомый. Да, вот вызвал. Киска. Мяу. Аминь. Аминь. Ну так как, ты пойдёшь сегодня к Серёне? Не знаю. А что там будет-то? Ну, просто дружки вечер у Камина. У него вчера предки вмотали за границу, так что он один. Ну вот, решил отметить. Вообще-то я обещала маме, что пойду с ней на день рождения к одной школьной подрывке. А кто там будет? Ну, как всегда, приличный публика. Все наши. Да-то, поезжай, а я постараюсь освободиться и поскочу. Трэ бьен. Чёрт, никак не выходит из головы эта нелепость с Зинаидой. И нас же такому случится. Перестань. Не надо об этом думать. Ну, согласись, неприятный инфаркт реанимации ещё не дай бог. Ну, тьфу, типун тебе. Да всё будет нормально, Вадик. Ничего ей не сделается. Ты лучше представь, какую бы она тебе характеристику состряпала и годовую вывела. И никто бы не смог помешать, ты же знаешь. Да, это точно. Ну вот. Так что, всё нормально. Послушай, Руднев, когда меня оставит в покое Березина? Да не обращай ты внимания. Ничего себе не обращай. Она на меня так смотрит, что я начинаю бояться. Ещё прибьёт ненароком? Не боюсь. Она из-за армии. Но это не очень приятно, когда ты видишь с ней. Нет. Лучше сказать, что с радостью. Не знаю, не знаю, о чём здесь завидовать. Что это за трое? Держите. Вот тот. Здорово. Из 34-й квартиры. Точно он. Я же узнал. Я в роте. Да нет, я в серьёзке. Да нет, я в серьёзке. Я в серьёзке. Мамила. А, да, нет. Какая-то... Ну ты давишь. Да, Серёна, привет. Да, Серёна, привет. Привет. Здрасте, Рин Сан. Здрасте. Привет, Васяк. Здрасьте, здрасьте. Наши голубочайши, так сказать, Рин. Спасибо. Что вы занимаетесь? Да вот, тетрадки проверяем. Что же вы так невразительно проводите свои досуги, Ирина Александровна? Приходится. Войдемте лучше с нами, повеселитесь, все-таки суббота. А правда, поедем. Ирина Александровна, вам ведь даже по должности положено изучать форму нашего досуга, так сказать, Ирина Александровна. А далеко? Да нет, не далеко. Нормально. Ирина Александровна. Привет! Привет! Здорово! Здорово! Привет, фигук! Сделаю два коктейля, ай? Окей. Сендап, лейп! Мы сейчас придем! Ну, сдай конкурс! Ничего! И сейчас ты здесь проводишь время? Вы хотели сказать, околачиваюсь? Почти каждый вечер. Не утомляет? Наоборот. Получаю заряд энергии на целый следующее день. Надо же. Конечно. Девушки, музыка, остановка. Плошные положительные эмоции. Здорово! А, здорово! Познакомься с подругой. Пожалуйста, это Ирина Александровна, наша новая классная. О, как вы с ними справляетесь? Пока никак. Ну, что вы, Ирина Александровна, я уверен, мы с вами поладим. Ну, а что ж вы, Зинаида Ивановна, не поладили? Ну, почему не поладили? Поладили. Спасибо. Бывает. Я смотрю, ты тут весьма популярен. Еще бы. И вообще я должен вам сказать, что личность я прелюбопытна, можно сказать, незаурядна. Правда? Ну, вы не верите, Ирина Александровна, вы еще убедитесь. Посмотрим, посмотрим. Ну, а что ты, например, можешь сказать о твоих одноклассниках? А что о них говорить? Обычные дети, но, может быть, немножко не такие, как вы. Но это уже возрастное. Впрочем, пардон, Ирина Александровна, не хотел. Да нет, ничего. Тем более, что это, в общем-то, так и есть. Мы в вашем возрасте были не такие. У нас был дружный класс вместе все время. А вы отдельными группами, я заметила. Правильно. Что, например, у меня может быть общего с Рудневым или Беляковой? У них своя тусовка, у меня своя. Оксана Священцева, например. Так все. Телка перезрелая. Ну, а Сиблок? Ну, это, Сирятина, Подворотник. Ну, они заурядные. Еще, кроме тебя, имеются? Не, я один такой. Ты восхитительно не скромен. Ну, а что ты можешь сказать о Максе? У него там история была какая-то. Да какая история, господи. Поднакачались ребятки, начали бить всем урожу, так как военные чистоты нации. Слышали, наверное? А потом-то он сменил веру. Проживался в насилии и перешел в Толстовскую. Вообще парень хороший. Кстати, любимец Зинаиды Ивановны. Да? Да. Его в восьмом за неоспеваемость в БТУ хотели сбагать. Зина уперлась. И ни в какую. А потом с милицией сколько возилась. Вообще боевая тетка. Слушай, ну а там-то ты как к статье относишься? Лажа, полная лажа. Хотя ничего удивительного. Ну а что же ты тогда Стегуова в классе не поддержал? А зачем? Нет, зачем все это? Сегодня, впрочем, как и всегда, поим великолепной спортивной форме. Но сейчас, после быстрого танцевального блока, у нас есть возможность перевести дух. О! Не уходите, я сейчас. Мы ждем без нетерпения брейк-дэнс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА